это перепелка это копченая перепелка сравнивать ее не с чем она похожа по вкусу на перепелку всем привет друзья вы на канале зауральское подворье сегодня в нашем сюжете будет копченые перепела решили мы закоптить все-таки перепелов то сало рыбу пробовали сейчас будем пробовать копчение перепелов делаем это первый раз поэтому никаких советов давать я не буду под все это у нас процессе отработки проработки и маринады и технология копчения поэтому просто коптим перепелов перепел очки у нас от 2 килограмма мы сделали 15 штучек 15 тушек перепелов я раскрыл видел сюжетах что видел сюжетах что перепелов делают целиком тушкой но вот решил я все-таки их раскрыть чтобы лучше они как бы и обсохли и прокоптились целиком со всех со всех сторон сделал часу заложил маринад для наших перепелок ну такой способ достаточно классический здесь черный горошек чуть душистый горошек лавровый лист приправа для копченостей и в конце я добавлю еще сухой чеснок когда маринад остынет добавлю туда сухой чеснок ну и добавил немного еще кинзы и укропа для аромата травяной такой будет ароматик у нас вот сейчас маринад у меня 15 минут примерно закипит чуть-чуть покипит и все поставлю его остывать и заложу наших перепелок такие они красавцы наверно вкусная штука да как вы думаете судя по отзывам и комментариям видео где делают такие вкусные вещи я думаю это очень вкусная штучка получится у нас вот такая перепелочка она очень небольшая в килограмме 5-6 штучек примерно 667 даже 67 штучек перепелки небольшие тут петушки у нас в основном мясо есть мясо достаточно вот хороший таких грудка у него достаточно мясистая такая вообще перепелка вкусная птица она в любом виде что вареная что жареная что шашлыки что барбекю что в духовке это блин не оторваться она очень питательная очень сытная птичка две вот две-три штучки таких перепелочки можно на истя до отвала так с нашей перепелочки помариновались где-то примерно 12 часов в принципе этого должно быть достаточно на такой пряный запах хороший идет от маринада сейчас выложу их на на просушку данных на противешок чтобы не обтекли маленько и буду вывешивать на просушку сушильный шкаф сушильном шкафоне у меня пару-тройку часов под вентилятором послушаться повяляться и потом будем закладывать их картинку коптить воду горячим способом при температуре 60 градусов на протяжении но часа двух пару часов я думаю достаточно будет для такой небольшой птицы как перепел хорошей тушки сочнее запекут будет классно будет вкусно вкусно поедем перепелка это птица то что надо и вкусно и полезное и удобное в содержании говорю немного тихо сейчас ранее утро еще все спят поэтому громко не говорю уже извините парочка осталось так ну все вот сейчас немного стекут стекут и повешу их наш сушильный шкаф и повисят немного послушаться чтобы хорошенько прилип дым к месту хорошенько прокоптилась красота какая прелесть просто прелесть нету слов слюни бегут уже продолжение следует не переключайтесь как богатая решил отказаться вот сделал прям напрямую на крючке так насадил все поехали вешать вешать и сушить так ну вот вывешали наших перепелок на просушку сейчас два частика не повисят под вентилятором хорошенько просохнут обтекут хочу сказать что немаловажную роль играет в копчении это сушка потому что если продукт сырой образуется такой водяной водяная пленочка вот это она делает корочку и не дает дыму проникать внутрь продукта получается мясо внутри сырое внутри будет она закопченная и чтобы этого не случилось обязательно надо просушивать и провяливать чем лучше провялен просушен продукт тем вкуснее и качественнее он получится при копчении поэтому вставим наши перепелки сушиться сейчас включаю вентилятор и пускай они пару часиков посушатся спера с этой стороны с той стороны поду я потом переставлю вентилятор с другой стороны чтобы со всех сторон нормально проветрила просушила продула ну и потом будем закладывать их в коптильню процесс проветривания вот стою на обратной стороне от вентилятора хороший поток воздуха то есть все хорошо это все хорошо проветрить все хорошо продует а и были наш слов нету такие они красавцы и вкусные будут предвкушение момента дегустации перепелочки вот за уральского подворья друзья в дальнейшем буду делать копченых перепелов любые копченые продукции буду делать на заказ поэтому обращайтесь если кому-то это интересно пишите в личку договоримся все ждем ждем момента закладки в коптильню пока наши перепелки доходят до нужной нам кондиции пока сушатся нужно нам почистить нужно почистить наш дымогенератор после последнего копчения вот осталось вот столичка щепы немножечко совсем обязательно прочистить надо вход в эжектор выход сюда вот который дым выходит там есть отверстие внизу сейчас переверну и обязательно нужно прочистить чтобы не препятствовал потоку дыма там щепки скорее всего попали и убрать лишнюю сажу так вот снял баночку для конденсата для сборника конденсата вот посмотрите сколько скопилось от этой гадости но не сильно конечно много это с одного копчения прошлый раз первого копчения у меня полная банка была воды но с этой гадостью но потому что было на улице влажная погода дождь шел скорее всего натянула влаги вместе ну короче натянула влаги и вот сейчас вот столько а вот этой бяки выливать пока не буду пусть она там копится потом просто можно будет баночку выкинуть и другую поставить ну ли отмыть горячей водой залить горячей водой и помыть короче шняга полная шняга тут собирается вот тут тоже в этой баночке тоже на донышке вот так вот где-то вот этой фигни набралось так ну ладно переворачиваем наш дымогенератор вот ну отверстие смотрю вот вроде как не совсем забитая кто-то спрашивал про эжектор как устроен эжектор на моем дымогенераторе вот этот это устройство называется эжектор для создания тяги потока дыма вот устроен он просто вот это быстро съем от поливочного шланга трубка взята от кондиционера на 9 и 3 как раз чуть-чуть пришлось как раз подошла чуть-чуть пришлось немножечко вот там раз сверлить совсем мало и плотно она зашла трубка должна выходить примерно вот она у меня так вот где-то закручена должна ну сантиметр на 2 дальше вот этого потока вот эта столба когда дым поднимается он сюда вот тягой создается вот этим потоком воздуха и получается тяга на 1 2 сантиметра должен выступать чуть чуть дальше чтобы не захлеста не получилось все устройство в принципе простое тут резиночка резиночка уже как бы немного а это стало не очень в принципе в принципе нормально пока потом заменю чем другое вырежу так закручивается важно чтобы сам столбик вот этого вот эта трубочка была посередине посередине вот этого сгона чтобы нормально движение воздуха шло в принципе все просто так ну все наш дымогенератор я почистил баночку конденсата сборника ставим на место так вот хочу сказать что мне пришлось сделать какие доделки после двух первых копчений вот после двух первых копчений оказалось и выяснилось что температура коптильни довольно высокая довольно высокая тена была у меня вот так вот по кругу сделанная и вот тут вот в этом месте начала обугливаться а из-за чего это стало происходить потому что поддон поддон вот этот он его размер практически полностью совпадает с размером коптильни остаются зазоры были совсем ну небольшие сантиметр наверное поэтому тепло скапливалось внутри внизу под поддоном и плохо как бы расходилась вверх из-за этого начала внизу обугливаться как бы температура слишком высокая там подымалась и для этого я сделал что я обрезал полки поддоне увеличил продувной вот это проходное отверстие для жара увеличил со всех сторон чтобы свободно тепло поднималась вверх внутрь данного шкафа и усилил еще добавил вот по стенкам еще же жестью чтобы предотвратить возможное как бы по сгоранию возгорание это конечно вы может и не произошло подстраховаться еще есть ты ну пришлось вот так вот и и загнуть уменьшить радиус и иные изгиба чтобы поменьше она воздействовала ну контактировал меньшее расстояние бы большее расстояние было от стенок ну и в принципе последнее копчение показала что все в принципе нормально уже таких нюансов уже как бы не происходит все нормально все хорошо такие небольшие доделочки пришлось доработки пришлось сделать поддон вот поддон устанавливается на уголочки чуть-чуть приподнял их он был ниже поддон и вот такие вот зазоры сейчас стали по бокам для выхода тепла чтобы беспрепятственно тепло подымалась саму коктильный шкаф сам коктильный шкаф все в принципе дальше эксплуатация покажет еще какие-то где-то нюансики может быть собираем наш дымогенератор на место закрываем поддончик одеваю одеваю шланчик так вот деваем шланчик сейчас засыплю щипу прошлый раз ушло щипы всего ничего то что я показывал в предыдущем видео про щипу вот этого мне хватит наверно на 4 даже копчения расход совсем небольшой так сейчас щипу принесу вот первое копчение у меня ушло всего пол коробки вот этой это четверть от блин тут она у меня раскрывается таким образом сейчас раскрылась снизу так вот так вот засыпал я засыпал щипы половина объема нашего дымогенератора плохо видно темновато где-то примерно вот так вот вот так вот насыпал на щипы коптить буду примерно часа два при температуре 60 градусов поэтому щипы много нам не надо достаточно будет это количество перепелка у нас птичка небольшая поэтому долго коптить ее не нужно быстренько хорошо она у нас продымится прокоптится при температуре 60 градусов а должна получиться то что нам нужно ну увидим это первое копчение поэтому тут никаких советов никаких рекомендаций я давать не собираюсь пока все в процессе процессе как бы отработки проработки пару раз покоптил сало по один разок покоптил рыбу сейчас вот перепелки посмотрим сделаем какие-то корректировки какие-то выводы ну и в дальнейшем надеюсь стать профессиональным коптильщиком так это сделали сыпали 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 ставим наш компрессор в шар туговато он так заходит ну и ничего вот трусочку подложить неровная спух все так компрессор ставим коптильню на прогрев Ставим коптильню на прогрев Сейчас, секунду, вот так вот сделаю Ставим нашу коптильню на прогрев Вот всё плохо, плохой дисплей У температурного контроллера Такой дисплей, блин, капец Нифига не видать Еле-еле всё видно Так, ставлю диапазон 60 градусов в верхний предел И 58 в нижний предел То есть включение будет при 58 Отключение при 60 будет в градусах В этом диапазоне будет она у нас коптиться Всё Всё, температура установлена Включаем ТЭНУ Пускай наша коптильня прогревается Закрываем шкафчик Всё, товарищи Ну всё, друзья, наш аппарат готов к работе Сейчас только осталось дождаться, когда наши перепелки Проветрятся, провялятся Два-три часика они повисят Потом заведу наш дымогенератор Зажгу И будем коптить Будем коптить наших перепелок Царскую птицу перепелки Перепелка царская птица Вам чирикает Ждут свои очереди Ну вот, наши перепела просохли Два часика повисели Пообдувались Вот так вот нормально сейчас Никакой влаги на них не присутствует Сейчас повешу внутрь коптильни И начнём процесс копчения Наша коптильня готова уже К эксплуатации Прогретая 70 градусов По верхнему датчику показывает Внутри тепло Хорошо, нормально Всё, сейчас буду вывешивать И начнём коптить Так, начнём с дальнего С дальнего ряда Красавцы Красавцы наши птички Всё Всё, вот наши перепелочки висят Коптильня готова К работе Будем запускать Будем запускать Всё, закрываем Зажигаем Аппарат Всё, процесс пошёл Дымогенератор Завёлся Всё Завелась Коптилочка Завелась Дымок Хорошо Дымит Всё Начинаем копчение Фу Надлило Что Итак Будем коптить 2 часа При температуре 60 градусов Сейчас коптильня 55 Сверху показывает Снизу 41 градус Всё Ждём Не переключайтесь Друзья Будет интересно Ждём 2 часа И потом Будем вынимать А потом Продегустируем Прошли у нас 2 или 3 часа Ко нашего копчения Дымогенератор Прогорел Осталось Чуть-чуть Ещё дымка Нет Уже дымка Практически нет Давайте Поглядим Что у нас Тут есть Вот они Красавицы Красавицы Перепелята Наши Перепёлки Вот такая Перепёлочка Горячего Копчения Получилась Сейчас Маленько Отвисятся Маленько Дымок С них Уйдёт И будем Дегустировать Прям При Вкушении Как это вкусно Наверное Пускай Висят Ещё Вообще Изумительно Чётко Получились Всё Классно Всё Супер Не нравится Хоть на рынок Сразу и вези Красота Какая Как мясо Прокоптилось Хорошо Красенькое Обгоняй Обгоняй Вокруг Восьмёрку Нарезаем Сейчас Сюда Гонщик Даша Направляется Прямо К финишу Давай Давай Быстрей 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 Ура Чуть не разбилась Между тем Пока я там Копчу Перепилов У меня тут Начался Массированный Десантирование Вылуп Перепилят Уже Штук 30-40 Унёс Птичник В брудер Туда И вот уже Навылуплялась За час Наверное Ещё Вот такая Куча Малявок Очередная Партия На копчение Кандидаты Через два месяца Будут Уже готовые Тружки Так Ну вот Друзья Наши Перепелочки Готовы Вот такие Они вкусные Получились Вот такой Видочек У них Перепелки Мы брали Не самые Конечно Крупные Самые крупные У нас идут Нашим Уважаемым Клиентам Вот такие Небольшие Нормальные Перепелочки Сейчас буду Дегустировать Вы уж Простите меня За мою Наглость Буду Сейчас вам Аппетит Раздражать Но надо Их попробовать Это очень Вкусно Наверное Так Давайте Разрежем Посмотрим Что у нас Получилось Режать не надо Вот Надо разрывать И так Ну как видно Перепелка Прокоптилась На вкус Я не знаю На что это похоже Но дичь Присутствует Вот такой Вкус дичи Вкус копчености Конечно Обязательно Копченый вкус Но очень вкусно Необычный Необычный Такой Необычный Нормальный Не знаю У меня нет сравнения Потому что я Первый раз Ее пробую Очень вкусно Вот так вот Руками рвать Я не знаю Нам вот так вот Вцепиться Зубами И И смаковать Вот она Повисела Отдохнула Запах Вот этот Свежего дыма Ушел Блин Я не знаю Я не могу Передать Свои ощущения Но Это очень вкусно Я такого Ни разу Еще не пробовал Что покупаем В магазине Мы копченую Курицу Это даже Близко Не идет Сравнение С тем Что вот Это сейчас Есть Здесь Офигеть В дальнейшем Будем коптить На заказ Обращайтесь Но Это будет Примерно В августе Месяце Это будет В августе Месяце Кто Может тут Местный Я знаю Что смотрят Местные Много Обращайтесь Если надо Будет Закоптим На заказ О цене Напишу В личном Сообщении Либо По телефону Это вкусно Это стоит Того У меня слов нету Просто Такая птичка Вот нога Вот она чуть-чуть Присутствует Запах Рыбы Я где-то Я смотрел Видео Напоминает Запах Рыбы Я спирали Поверил Запах Вкус 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 Да Кто-то Говорил Что По вкусу Чуть-чуть Напоминает Рыбу Да Есть Присутствует Вот этот Какой-то Рыбный Чуть-чуть Аромат Привкус Но это Совсем Другое Это Перепелка Это Копченая Перепелка Сравнивать Ее Не с чем Она Похожа По вкусу На Перепелку И она Очень вкусная Вот такая У нас Получилось Нынче Копчение Такое Копчение Перепелов Кому Понравилось Данное Видео Ставьте Палец Вверх Подписывайтесь На мой канал С вами Я прощаюсь Увидимся В следующих Сюжетах Всем до новых Встреч Пока